Пацаны и девчата, всем здорова, с вами Влад Кабусы. Сегодня я буду вместе с вами обозревать карточку Пушкаша. Это максимально имбовая, максимально офигенная карточка прайм-кумира, которая достанет вас большого пальца вверх. Видеозапись, которую вы сегодня будете видеть перед собой, мне предоставили. Спасибо большое, Дмитрий, за такую возможность посмотреть, на что способен Пушкаш, потому что это одна из самых жестких топовых карточек прайм-кумиров, которые у нас есть на усилении навыков второй нападающей. Сегодня я все подробно вам расскажу и покажу. Друзья, я предоставляю возможность каждому из вас победить в конкурсе и получить от меня звездный абонемент. Для того, чтобы вы его сумели получить, вам нужно всего лишь набрать 2000 лайков. Подписаться на мой канал, написать в комментариях, что вы участвуете. Как только вы набираете 2000 лайков, я с помощью программы выбираю победителя. Но обязательно подписка, лайк, комментарий, также быть подписчиком моего телеграм-канала, потому что там будут находиться все результаты. Если вы сумеете осилить 3000 лайков, тогда я для вас разыграю 5750 FIFA поинтсов, но только подписчики сумеют выиграть. Мои новые партнеры из компании Лиги Ставок предлагают каждому из вас высокие капы, моментальный вывод срез и, что немаловажно, вы сумеете получить кэшбэк в размере 12,5% на любой исход событий. Это прям супер круто. С помощью моей реферальной ссылки, которая находится в закрепленном комментарии, вы сумеете получить все самые крутые ништячки, так что пользуйтесь и получайте удовольствие. Спасибо большое каждому из вас за помощь. Начнем, пожалуй, с того, что я вам покажу, в каком составе находится карточка Пушкаша. Дмитрий, это максимально дорогущий состав, от которого можно с ума сойти, когда ты его видишь перед собой. Ребята, если кому-то из вас нужна накрутка монет по очень дешевым и доступным ценам, обращайтесь ко мне в личном сообщении ВКонтакте, либо в телеграм-канале. Все ссылки я оставлю каждому из вас в описании, для того, чтобы вы сумели отписать. И мы сумеем все сделать максимально быстро и качественно. А теперь мы переходим к обзору состава Дмитрия. Здесь находится карточка Петра Чеха, Фернандо Торреса, Хаджи, Пушкаш, Овермарс, Пети, Бекком, Лам, Видич, Фернандо, Иеру и Эшли Кол. Я, когда увидел этот состав, я, честно, первым делом подумал, сколько стоит этот офигеннейший состав, который я вижу перед собой. Рейтинг состава составляет 171. Этим составом можно просто-напросто двигаться в топ-1 мира и брать, и всех просто-напросто уничтожать, потому что такой состав прям заслужит огромного пальца вверх от вас. Я, когда узнал, сколько стоит прокачка усилок, я офигел. Я вам сегодня постараюсь все подробно рассказать, показать. Петра Чеха карточка на премку мире, она прям офигенная. Попытайтесь вот прям сейчас в комментариях угадать стоимость этого аккаунта. Я думаю, что многие из вас даже не угадают, потому что этот состав стоит примерно как почка. Вот реально, как почка. Я других вариантов просто не вижу. Такой бешеный, сумасшедший состав, что можно с ума сойти. Усиление навыков, ой, шикола навесы. Ой, блин, ну такую карточку, я даже, если честно, если бы у меня была возможность, я бы перешел на схему четырьмя защитниками. Если бы у меня такая возможность была, иметь такой состав. Я думаю, вот этот состав, это самый лучший состав на ютубе, который вы только можете лицезреть. Потому что лучший состав, ну, я даже не знаю, у кого есть. РК Рэдди, возможно, у него немного круче состав, но с таким вот вряд ли кто-то сравнится. Вот прям, мне кажется, вряд ли. Эх. Чем дальше мы продвигаемся, тем круче Рэки находится. Вам прям вообще такая имбовая карточка, тоже на навесах, это радует. Ну, за эту карточку я, если честно, уже играл. Скажу одно, карточка прям имбовая, хорошая, да и, ну, показывает себя на все 100%. Я вот жду всего лишь одно, когда у нас появится в игре настоящий жесткий ПП. И, кстати, заметьте, в этом составе кто находится на позиции ППшника. Сейчас вам скоро покажу. Пятицопник. Блин, ну... Друзья, я уверен на все 100%, то, что сейчас вы видите это в составе, понимаете то, что это реально пушка, ракета, петарда. И плюс еще, что самое главное, Дмитрий забрал карточку Бэкхэма на позиции ППшника, потому что он понимает то, что ППшника очень малое количество в этой игре. Если бы у меня на моем основном аккаунте был бы шанс забрать карточку ППшника, именно Бэкхэма, я бы с радостью собрал Хаджи. Тоже офигенная карточка Цапника, просто усилки офигенные. Испортс дает прайм-кумирам самое лучшее усиление навыков. И, наконец-то, карточка Пушкаша. Позиция. Правый нападающий. Блин. Я уже хочу посмотреть, на что он способен в игре. Ребята, это видеозапись. Я не буду играть. На всякий случай, я вам говорю. Это топ-10 человек по всему миру, который вот прям реально, у него руки не кривые, как у меня. Он будет вам показывать мастерство в режиме атаки, показывать свой аккаунт. Я, честно, такой еще не видел, но это прям жестяк. Такой бешеный составчик. Еще вот такая вот возможность есть. Хави карточка, Эрик Антона, Бандейк. Блин, ну... Я не знаю, что вам сказать. На составу вы сейчас перед собой видеть. Я думаю, многие из вас прямо сейчас в шоке, потому что карточка Хави это офигеннейшая карточка еще на бокс-то-боксе. Вляха. Ну, сейчас, конечно, вы можете халявную карточку кумира Хави получить, но с не той усилкой, которая вам нужна именно на позиции СПшника. Поэтому хз. Ну, еще Кантона. Давайте посмотрим карточку. За него тоже играл. Мне его карточка зашла. Прям вот кайфанул от этой карточки. Есть карточка еще ЭТО, чтобы правильнее. Но вот сейчас она прям теряет свою актуальность. Да и карточка Ована тоже, мне кажется, со временем прям потеряет свою актуальность и придется вот думать, как поступать дальше. Прям нужны хорошие карточки нам бесплатные. Желательно прайм-кумиров, но вроде бы как есть спор, сгрозится, что они будут нам давать бесплатных прайм-кумиров больше в этой версии PFA Mobile. Вот так вот. И есть еще один состав, который я вам сейчас покажу. Можете оценить. Вот такие вот составы. Тут ни хрена себе сколько составов. Тут можно смотреть и смотреть. Ну вот так вот, Дмитрий. Логотипы. Что ж там за логотипы такие? Ну-ка, давайте заценим. ТОП-100. Потам. Это круто. В ТОП-100 зайти, это прям реально круто. Хотя мы с щитами пытались заходить, но он без щитов играл. Если бы он играл с щитами, то его заблочили бы. Поэтому все четко. Ой, блин, ни хера себе, сколько все позабирал. Да прям с ума сойти можно. Офигеть. Это каждое событие, которое у нас было, вот прям все, что только можно было забрать из событий, все забрал. ТОП-25, ТОП-10 режима атаки. Фух. Мне кажется, в ТОП-1 тоже возможно с таким составом просто-напросто взять и войти. Ну, я других вариантов просто не вижу. Охренеть, конечно. Как думаете, вот просто сколько может стоить такой аккаунт? Я даже не знаю, сколько если бы он продавал, сколько я бы мог ему предложить за такой аккаунт. Всего лишь парочку логотипов не получено. Это жесть. Чемпионат режима атаки. Офигеть. Офигеть просто. Ну, а теперь ВЛПЛ. Давайте посмотрим, на что будет способен этот состав. И самое главное, наша нужная карточка это Пушкоша. Сумеет ли она себя показать прям с лучшей стороны те люди, которые готовы донать, чтобы они уже понимали, стоит ли вам закидывать такие бешеные деньги, такое огромное количество денег на вот эту вот карточку. Сейчас мы все узнаем. Я сам в первый раз это все вижу, поэтому ХЗ. Фурнандо Торрес, но пока ничего насчет него хорошее не могу сказать. Хорошо. Хаджи забивает. Хаджи радует. Вляху, Хаджи очень много моментов. Прямо от этой карточки можно походу больше кайфануть даже, чем от карточки Пушкоша. Так, ну, с правой ноги забивает, но вроде бы неплохо у него все получилось. Я забыл посмотреть, он левша или правша. Так, а ну-ка забьем отсюда. Да, забиваем, забиваем. Но это жесткий соперник, чтобы вы понимали. Не особо легкий Бэкхом. Одно из вас не любит карточку Бэкхом, а на позицию ПП. Ну, просто посмотрите, на что способен Бэкхом. Такие пасы раздают просто с ума сойти. Так, Хаджи с мечом снова. Монстр. Короче, тут в большей степени Хаджи карточка идет им на обзор. Нихера себе оттуда забивают. Я так, кстати, не умею забивать. А вы так умеете? Бляха. Ну, прям очень офигенная карточка у Хаджи. Пушкаш. Опа. Наконец-то, наконец-то момент. Я так понял, Дмитрий играет не как я. Потому что я играю чисто с вайпами. Ну, пока достаточно неплохо, но что-то я не увидел, то, что вот прям пушка, что это лучший нападающий. Но, ссылки, второй наб. Но пока что, я от него не заметил прям таких действий, от которых я бы сошел с ума. Не особо часто он участвовал именно в атаках. Это огромный минус. Не понимаю, как так. Моменты не особо хорошие даются. Вратарь выбивает. Ну-ка, давайте меня чуть-чуть переместим мы вот сюда, чтобы лучше видно было. Фернандо Торрес. Ну, Торрес, я бы, блин, хотел бы его получить, но он очень дорогой был. Вот это меня, конечно, смущало. А ну-ка, если меня чуть-чуть меньше сделать, вот так вот, чтобы не мешало вообще. Так, ну, Хаджи, вот бляха, вот тоже не могу догнать. Мне как-то Руд Гулит мой больше нравится, чем карточка Хаджи пока что. Ну, конечно, без обид, но вот что-то мне больше нравится. Вот не знаю, вот что-то есть в карточке Руда Гулита прям такого, что он на Цапе вот прям монстр. Ну, первый матч мне понравился. Немного необычно для меня это все дело. Рейтинг Сиберрика 169, а по сыгранности я, кстати, пропустил. Давайте еще одну игру посмотрим. Вот прям интересно, на что способен будет этот состав. Ну, 16 голов забить против такого соперника это достаточно неплохо, я так могу сказать. Потому что, зная себя, я еще могу забить 10, 12, 13, 14. Опа, Бэком хорошо забивает. Вот просто вот одна из лучших карточек бесплатных. Пушкаш, давай. Прям, ну, блин, он пози... Пушкаш на позиции нападающего, прям, ну, моменты у него не такие хорошие, как хотелось бы. Вам подает Торос, ну, так, так. Мне кажется, вот прям не хватает очень сильно ему роста Пушкашу. Вот смотрите, овермарс, Пушкаш сумеет отсюда забить? Да, 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 хотя бы побеждает в этом моменте, потому что, я думал, то, что не будут врезаться за мяч, Торос, с таких, ну, из таких улов забиваешь, тоже, можно офигеть. Ну, вот плюха хорошая. Дмитрий говорит, то, что карточка Пушкаша, как будто это карточка Месси, только на максималках. Бахом. Давай, 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 Торос, ну, чуть-чуть не хватило. Такие моменты, конечно. Так, Пушкаш, 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 ну, вот. Неплохо. Вот прям, ну, я не знаю, вот я такого сверхъестественного ничего не увидел. Вот мне Хаджи больше зашел. Вот честно слово. Достаточно ловкий именно Пушкаш, но вот я не увидел пока вот лучшего. Хотя, вот выгрызает мяч, если так задуматься. В таких моментах могли бы другие игроки просто-напросто взять и отобрать мяч. Именно защитники. Но Хаджи прям хорош, хорош вообще. Это лучший цапник, походу, в игре, который у нас сейчас доступен. Фернандо Торос? Тороса карточка мне тоже нравится. Пушкаша, ну, я пока еще не определился. Ну-ка, давайте посмотрим. А, я думал, на финте там обойдешь, кстати. А, нифига! Такая комбинация разыграна только что была. Это шо такое? Я в первый раз такую комбинацию вижу жесткую. Не, ну это, конечно, мощно. Это и правда. Блин, это и правда мощно. Так, Пушкаш, хорошо, Финтом обошел. Сумеет до сего забить? Да. Видимо, я заберу свои слова обратно, и, возможно, все же я скажу, что Пушкаша карточка прям офигеть какая. Вначале я не заметил от него таких вот прям офигенных действий, но, со временем, когда вторая игра пошла и под конец, вот он прям начал себя выдавать такое, то, чего от него не ожидал, вообще не ожидал. Ну, Хаджи, блин, это имба. Вот честно, если я сюда забьет, то все, это лучшая карточка просто на позиции Сапника. Момент, выбиваем отсюда, бэком, бэком, но бэком должен реализовать, пасик рашидаст, и здесь, крученым, даже не крученым. Так, Пушкаша, ой, на втором финте, не, 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 красава, красава, я так понял, к нему нужно привыкнуть, чтобы он просто вот начал раскрывать свои таланты всем. Овермарс, а ну-ка сюда сумеет, бляха, ну такие комбинации, прям красиво все происходит. Овермарс хорош, я сразу об этом говорил, когда за него еще играл. Так, Овермарс. Ой, не, 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 Эшли Колл отобрал мяч, но Фернандо Торрес, та здесь забьет, изи прям. Ну, заметьте, у Пушкаша не так много моментов, как хотелось бы, ну, мне так кажется, возможно, не прав, а ну-ка здесь. Жалко, конечно, не захотел обходить, а ну-ка, если на Пушкаша, а, тут все-таки так решил. Ну, комбинации такие прям офигенные. Нужно учиться и учиться, чтобы так играть, мне кажется. О, как забивает. В одно касание, принял мяч, даже ничего, ну, не думая, не раздумая, взял, пробил и забил. Это радует, потому что мои руки, если я дал пальчик, они начинают дупли там, по полуода, и пока сообразят пробить, то уже, хех, столько времени пройдет, что у них отберут мяч. А тут Хаджи, на! Я в шоке, просто я в шоке. Грубо говоря, для вас еще обучалка идет, как лучше всего играть. И заметьте, это жесткий соперник, это нелегкий соперник. Мне самому интересно наблюдать за всеми этими комбинациями, как все происходит. Так, ну, чуть-чуть не хватило. Овермарснул, офсайд, там, елы-пала. Ого! Пушкаш? Блин, у него позиция, вот я прям не понимаю, вот, ну, не такие кайфовые, как хотелось бы. Вот прям, у Хаджи позиция офигеннейшая. Хаджи прям, атакует и атакует, показывает такое мастерство игры. Может быть, если Пушкаша поменять местами с Хаджи, они бы, ну, показывали тот же самый класс, но пока, я бы лично, если бы у меня была возможность, задонить, то я бы забрал бы карточку у Хаджи. Ну, Пушкаш, неплохо, но, ну, пока вот не идеальная карточка, мне так кажется. Да, ну, ладно, бэком с таких позиций забивает, приятно, приятно за таким наблюдать. Давайте заценим режим атаки, рейтинг соперника 170, ну, это прям, сильно. Вы же сами понимаете, то, что соперники почти равные. Вот здесь узнаем, кто победит. Как думаете, Дмитрий сумеет осилить своего соперника? Момент отвратительный, хорошо, хороший момент, на Хаджи, Хаджи, молочулик. Торрес, 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 как здесь буду выбираться с этой ситуацией? Ой, не, 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 перекрыли. Я никогда не подумал бы, то, что так интересно обозревать какой-то матч. Но пока счет равный 1-1. За кого болеете, ребята, пишите в комментариях. Ой, 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 интересно так. Да, ну нафиг. Друзья, по накрутке монет, либо поинтсов, обращайтесь, как всегда, ко мне в личном сообщении в контакте, либо в телеграме. Но пока бэхом у нас пробивает нижний угол и забиваем. 4-3. Давай, давай, пушишь. Бомба. Соперим, походу, там в недоумении. Так, здесь плохой момент, думаю, то, что лучше все выбивать. Ну, прям, вот, ненавижу, когда так мяч, никак нельзя выбить его. Вот у всех, походу, такие моменты бывают. Так, 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 давай. Ого, офигенно. Новор Марса. Бляха, но у меня, когда пас проходит, ну, это прям такая дичь. Часто не доходит до адреса, то тут пасе, который я делаю. Ну, тут, конечно, праймы, но очень сильно сыграли. Почти все моменты, ну, нужны были реализованы. Ну, что, продвигаемся дальше. Ребята, напоминаю каждому из вас, у вас есть офигенный шанс от меня получить 5750 фифа-поинтсов. Чтобы вы сумели принять участие, вам нужно все лишь набрать 3000 лайков, поставить лайк, написать в комментариях, что вы участвуете, и также обязательно быть подписчиком моего канала, и также мои странички в телеграме. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать ни в коем случае результаты. Ну, так, а я, кстати, пропустил какой рейтингу соперника. Вот это вот самое обидное. Пушкаш. Так, 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 хаджи. Но честно, пока вот не особо догнал, вот, не, хотя нормально, вот только что хорошо забил, но моменты прям начинаются у Пушкаша, ну, так себе, так себе. Чисто он на распасовке, но я хз. Зачем нужен нападающий, чтобы он начинал не с прям супер офигенной позиции, хотя красиво обошел, если еще тут забьет, да. Блин, беру свои слова обратно, я вот не знаю, мне карточка Хаджи, и Пушкаша зашла на все 100%, в то раз, вот как-то вот сейчас, я присматриваюсь, то, что ему немного скорости не хватает, вот прям медленный, медленный, для такого состава бешеного. Вроде бы, как действия все максимально быстро проходят, но вот, именно по скорости медленный, им на Торрес. Пушкаш хорош, и Хаджи, это два топи рака, которых я хотел бы, чтобы у меня оказались в составе, это прям имбовые раки. Так, Пушкаш, ой. Вот здесь, мне кажется, соперник намного ниже рейтингом, потому что, ну прям, хорошо идет все. Так, Пушкаш. А ну-ка, отсюда вас сумеет ли забить? Дууу! Ого! Ну сильно. Рейтинг 170 у соперника? Рейтинг 170 у соперника? Я думал, намного ниже рейтинг будет. Ого! Не, ну это прям, вот это вот прям сильно. 173 рейтинг соперника. Но вот здесь вот прям, если Дмитрий сумеет победить, то это будет прям вообще, что это такое? Жестянка у нас. Лайонс играет против Спартак Москва. Нужно присесть по комфорне, потому что обзор таких матчей, это прям жесть. Друзья, ну вот такой вот матч, это... Если Дмитрий сейчас побеждает, то от вас лайки, подписка на канал, потому что, ну такой вот контент, мало кто показывает. Так, Хаджи. Бляха, я больше наблюдаю за карточкой Хаджи. Дву! Головой забивать, я не ожидал такого. При его росте, это прям, необычно. Так, Вармарс выбивает. 4-2 идет игра. Бляха, моменты отвратительные, но здесь должен Хаджи забить. Я в него верю, прям, верю, верю, верю. Торрес, ну, здесь легкий момент, на самом деле, вот прям, из-под ула, я думаю, все забили бы. А здесь Торрес, Торрес, Торрес! Ого! А там, вроде бы, тоже хороший момент, или я ошибаюсь? Надо выбивать мяч срочно. Потому что, ну, никак не забить, да, 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 да. Давай, Торрес. Бомба. Ну, что? Блин, я как будто наблюдаю за Лигой Чемпионов, вот, давно у меня такое не было на канале. Ребята, мне кажется, то, что нужно делать формат с обзором ваших составов. Вот, реально, это было бы круто, мне кажется. Потому что, такие эмоции дарит этот состав. 8-5, Дмитрий сумел выиграть. Друзья, ну, просто за такой лайк, подписка, комментарий, чтобы я заметил, то, что вам нравится такое. Друзья, ну, если вам понравился ролик, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте большущие пальцы вверх, пишите крутые комментарии, вот там, внизу. Оцените, пожалуйста, этот состав по максималке. С вами был Кальсава Шлаткапуста. Все лайфхаки по событию ТОЦ будут находиться у меня в Телеграм-канале, так что, переходите. Ссылка, как всегда, для всех вас в описании. Набирайте 2000 лайков, я сумею вам разыграть звездный абонемент. Набирайте 3000 лайков, я сумею для вас разыграть 5750 FIFA Points, так что, участвуйте. Всем вам добра и всего самого наилучшего.